Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Точно, по-моему, это хорошее расстояние между плодовыми деревьями, между яблами Например, если вы персики садите или что-то меньше там, то для них может меньше быть расстояния Вот, и здесь вот сделать изъем, заряжать и отъехать Субтитры делал DimaTorzok 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 П Associate ruled by Sar ciao Cucato Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы есть ныне, ланием, бомбас Субтитры делал DimaTorzok Твер ceci Хорошо,ほGod С條 биBoyTorzok В общем, мешает одевать. Конечно, лучше бы какой-то наводчик. Сразу же, как только появляетесь, все собирается такое, пищевые отходы пиконные. Потому что потом его внести туда тяжело. Придется снаружи делать компостную кучу, а это мыши могут развестись, а в земле оно в земле. В общем, компост у вас какого-то не сидит. Ну, если что-то есть, может, копилки какие-то там. Давай, отмейте, на дне. Земля продается, дорогая, прицеп земли. Да, и прямо вот в эти все листья не посадишь, они снизу будут, будем утрамбовывать. Все, уже дальше надо земли, больше консистенции земли, что лежать. И воды тоже? Да, и воды. Потому что сейчас будем сажать уже. Так, кол подвязочный, наверное. Так, колы где-то. Что-то иву какой-то с секатором. Вон лежат колы. Это колы, да? Не-не-не. Вон там. Вон там. Шут. Ну, смотри. Как все сказали, что не надо поднимать больше наверх, землю, землю. Все-таки гнездо должно быть из земли уже. Так я и говорю, зачем поднимать изверх? Наоборот надо... Не, надо сейчас, чтобы земли больше добавить туда и удоптать ее вниз. В общем, все, что можете намешать. Небольшое количество пивок. Ну, хватит, хватит. На следующую лунку, на другие давай там. Вон там. Другие тоже самое делают все. Мешают. Посмотрели. А вот этот слой-то снимали, его вниз кладем, да? Нет, не вниз, его потом дали сверху. Дорога сверху. Вот. Это все надо хорошенько промешать. Промешать сверху. Промешать сверху. Так, чтобы половина была земли, а половина этого... Воды? Воды, да. Вообще есть миксер такой. В принципе, в идеале есть бетунная мешалка. Вы все это закидываете, перемешиваете, если у вас нет земли. А вообще это, в принципе, это земля. Лучше всего взять, ввалить сюда хорошей земли тачку. Есть песок. Поэтому мы вот ее делаем искусственным образом. Делается земля на компостной куче. Поскольку здесь не было компостной кучи, люди переехали вчера, считай. Сделали дом, слава богу. Компостная куча заведется, само собой. Все очистки, все это... Держали здесь корову где-нибудь? Вот найдете старый хлеб, где корову держали. Вот там земля. Вот здесь, в деревне... Тарасовской. Таня, да, откуда-то водили. Таня, да, откуда-то водили. Лена, а в Тарасовской это нету? Там участки в картошке. Вторая ферма. Тарасовская, врановская, точно ферма была. Нет, в Тарасовской вроде. Вот здесь надо найти ближайшую. Не то, что ферму там сложно найти, есть. Ну, просто какой-нибудь коровник. Ну, маленький. Они заброшенные уже там. Да, и там будет хорошая земля. Да, и там будет хорошая земля. Что это делать? Лунку, да. Что такое лунка? Мама говорит, посадишь в грязь, будешь княть. Тихо, тихо, ну, опять затекает. Спеши. Саженец. Как губок усадят? Корень вниз сюда. Корни раскладывать надо расправлять? Да они сами сейчас расплавятся, погрязи. Значит, это вот штамба, это привитый персик. У меня здесь не привитый персик. Заваливать его можно, штамб? Вот штамб, до штамба, скажем так. Смотрят, что у вас за почва. Ну вот она. Вот с такой можно. Вся остальная почва. Не совсем. Глина, она... Глина, она хреновая. Значит, сразу же загоняется кол, чтобы... Я вообще даже на кол подвязываю. Корень у меня был вот так. Кол забивается. Да, топором. Во-первых, видно саженец. И чтобы его... Почему подвязываю? Чтобы ветром не шатало. Здесь-то ветер нету ветра. Вот. И саженец подвязывается. Потом, значит, здесь должна вода просесть. Здесь легкая примесь глины есть, не сразу уходит вода. И... Почва уплотняется, выдавливаются пузырьки воздуха. Можно вручную, можно так. Лунка, видите, я сажу глубже, чтобы лунка была. Потом я обкладываю камнями. Делаю компостную кучу. Можем чуть-чуть подзернуть. Саженец. Крутняем боковину. Здесь по почвам углубления этой корневой шейки не страшно. Вот. Из песка делайте бурт. Потом все закладываем мульчой, желательно лиственной. А если не бревита, то по первую почку, да? Ну, там видно, как бы... Видно, поскольку он в земле сидел. Там видно, там влажная кора, а там сухая. Ну, это видит. Просто видишь. Так, ну и все дальше, ну и все. Вон тоже. Можно хвойной, но обязательно потом поверху лиственной. Потом, то есть тонкими слоями. А часть и хвойная. Травой может быть. Теперь дальше трава. Тут неправильно подвяжены отдельно, да? Покажите нам, как правильно. Сейчас нам покажут. Вот пока. Вот каждый должен... Чтобы легко раскручивать. Ну и конечно трава вот лучше всего. Что есть? Сено. Капли. 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 Такая трава, она как бы силу создаёт. Ну, вся какая ты, мы же подняемся из него вот. Можно вот так, да? Правильно. А вообще на три кола подвяжаться как минимум на два. Жила, жила. Всякое такое вот делаем компостное, образование. У меня яблони тоже управлял, перетяжка получилась. Только только у нас не риску. Чтобы нейтрализовать иголки. Вот, я по краю лунку обычно обкладываю камнями. Это и красиво, и правильно. Или куски асфальта, или цемента. Чтобы они нагревались. Камень работает. Обязательно, чтобы он наружу был. А то, что во внутрь уходит камень, это как? У нас внутрь хорошо тоже. И внутрь и снаружи. Я думаю, они же тоже тепло берут. Камни сочатся, а они в воду аккумулируют. У них такое ощущение, что камень разбухает. Вот он набирает вся воду и отдаёт. Хочешь вверх, хочешь нет. Он под ним всегда влажен. Он работает как ночью, отдаёт тепло ещё. Это живое существо, любые камни. А потом они красивые. Ты смотришь и любуешься. Красивые они лежат, они розовые там ещё. Это тоже важный фактор. Оказывается. И вы делаете бурты потом. Чем выше вот бортик поднять. Да, вот видите, везде пошёл рельеф. Начинаем тут играться. Вот такие вот везде должны пойти рельефы. Геопластика называется, направление такое. Чем можно больше, выше, ниже сделать, тем лучше. Это дело ледника, сейчас. Давайте, следующее, дальше. Я проверю. Смотрю. Какие-то нюансы, вопросы. Анатолий, это можно сделать? Да можно. Начинаем. А вот на холмах, наоборот, что садят. Точно так же на холмах, только на больших, да? Просто некоторые, я смотрел, тут даже виноградники, или ещё пухты садят, наоборот, на холмы, да, часть. Там всё равно нужно, главное, углублять на холмах. Так же, да? Углублять, да. То есть, пуклости и выпуклости. Я имею в виду... А вы сказали, что надо это три кола. Вот здесь это и здесь надо это. На три кола лучше. На три кола. А подвязывать вот на один, да? Подвязывать через один, на следующий кол и на следующий закидывайте. И тогда у него вообще он не шевелится. Ага. Ага. Вот, теперь персик на зиму можно нормать папоротника и сделать фигвам такой из папоротника. Когда он приживётся весной, ствол надо будет отогнуть в сторону. Отгибается на север, как правило. Потому что он к югу выстреливает отсюда. Нижние почки ни в коем случае не убирать. Вот отсюда выстрелят волчки. Пойдут. И этот волчок надо отогнуть в другую сторону. Так на три-четыре ствола сформировать дерево. А сколько между стволами должно быть? Как далеко? Чем круче угол, тем лучше. Когда острый угол, чаще ломается. Это понятно, чтобы не было разлома. Больше 90 градусов сможете, тем лучше. Он гибкий вот сейчас. Пьётся как хочешь. А потом он... И он получится кустом будет у нас. Можно вот это? Да, но это будет кустовидное дерево. Он может и высоким быть, но кустом. А если... Как вишня, да? И как можно прижимать к земле? Вот чем вы можете к земле прижать? Копечи привезти? Выстрелить так же точно я прижму. Да, их опять прижмёте. Вот он будет вот таким вот кустом занимать радость. Вот я говорю, широко его надо раскидывать, конечно. Чем можно круче. Да. Тоже инжир. Вот все вот эти вот южные породы. Они традиционно... И вокруг него можно валы выращивать. Если вы хотите... С одного персика можно собрать нормальный мешок персиков. Чем сажать кучу и получить там с каждого по три плода. С одного можно получить... Он же вот облеплен персиками весь. Вообще. Это сорт народный. А в дальнейшем можно поднимать хвойным опадом вот это дело? Можно, но надо балансировать. То есть я хвойный с этим мешаю. Что у нас там в основном? Видите, хвойный пока что. А вот надо траву, значит, траву делать. Трава-то есть. Ну да. Ну что, вот как животное, чем оно питалось? И хвои поело, и это. То есть это навоз фактически. Шелковицу также сажают, да? Да. Все плодовые абсолютно. Это за неимением земли. Лучше всего тачку хорошей земли. Там бактерии и все. Ну нет. А если хорошее... Вот на... Куну, да? Если он небольшой, то он может промерзать. И корень тоже промерзнет, да? Я имею в виду, если на холмах... Здесь комната насыпать, да? Такой курган из гумуса. Нет. Я имею в виду, а насколько он большой? Если не большой, то он может промерзнуть, да? Или как? Имеется это значение? Гумусная куча не промерзает никогда. Навоз не замерзает. Там тепло. Там идут гниения. Он не замерзнет. То есть именно из чего пол? Если из земли промерзнет. А если из гумуса, то... А гниющиеся опилки с землей? В опилках вообще 30-40 градусов. Из них порвали. Опилки это очень... Но они же, может, помогут потом со временем прогнить, или потом земля добозится. Это долгие процессы. Компостная куча, она теплая очень долго. И она добавляется. Ну, потом, потом, когда здесь... Здесь будет другая ситуация. Сосны поднимутся в два раза выше. Здесь теплее станет. Потом здесь начнется... Вот здесь через 10 лет будет подлесок. Эти орехи будут уже как эти сосны. Будет совсем другая ситуация. Сосны сиганут вверх, и они там где-то будут работать, как снимать ветер. Здесь будут только стволы. Мы там верхушки еле будем видеть. Спустя там... Они же быстро растут. Пол метра в год. Посчитайте. Пол метра может быть... Ну да. Быстрее. Это 10 лет, это 5 метров вверх. Совсем другое будет настроение. Другая ситуация. Здесь хорошее прирост. Сосны, да. Вот. А в конечном счете, вот надо на 30 лет вперед посмотреть. Потому что персик через 30 лет, это будет шикарное уже такое дерево, самоспелость. Так, черемуха. Корневая шейка, видели где? Ну они это соединяются, да? Ну черемуха не так критично, но вообще первопроходцы из плодовых это косточка. Вот это черемухи, персики, абрикосы, сливы, вишни. Здесь все принцессы. То есть для них главное, чтобы солнце не попадало. Да. И рябины первопроходцы, вот чередование. У нас видите, персик, косточку с семечками. А с севера тоже по возможности. А с севера тоже по возможности, меньше ветров было, правильно? Здесь да, если поле, а здесь вообще не актуально. Тут никакого севера и юга как такового. Здесь надо учитывать чисто солнце. А вообще, вот заметьте, какая плотная ель, да? Ельник и пектарник там вообще никакого. По сравнению, это темнохвойная тайга начинается. Здесь вот этот лес, этот лес стремится к ельнику. Вот если его этим не управлять, здесь будет ельник, глухой, темный такой, в нем повесятся только и все. То есть, и вот этим надо сейчас управлять, повернуть вот с этой темнох... от темнохвойной на светлохвойную и потом на широколиственный лес. Вот мы его и делаем. Вот эти орехи уже с елью будут бороться, потому что орех за себя постоит. Он ель не пустит. А дальше надо дубы и вот это всем управлять процессом. А так, если все оставить, то оно... Вот, интересно через годик приехать, через другой, посмотреть как будет все. Мы сегодня сейчас устроим такой субботник, сейчас еще посадим. А скумпию? А скумпию? Ну она не плодовая, но можем и скумпию посадить. Ну она вот там. А там скумпия. Давайте сюда плодовая, сейчас я принесу яблонь в ягоду. Скумпия. Скумпия. Хотел спросить, расстояние вот от этих водовых кустов. Вот там не слишком близко? Водовые кусты? Кусты все сплошняком. Это не деревья. Они вообще сплошной волной. С расстоянием метр кустов. С морозиной жимовость метр-полтора. Все, больше не надо. То есть тут сплошные кусты должны быть. Метр-полтора. Да. Кусты это большая такая клумба. А второй момент. Гляди, а если вот, например, кусты еще не все разросшиеся, можно между ними пока... И еще между. Посмотрите, саженец более большой. Между ними дерево уже. Конечно. Так вот заметь, как в городе там, вон, кусты растут. Раз из кустов липа растет. Или яблоня, а грызок кто-то бросил. Вот оно так кусты и работает. Они же как этот самый, маточник хороший. Так что... Так, орех. И надо сразу представлять взрослый размер. Вот этот орех будет 15 метров высотой. Вот сосна кедрова, которую мы посадили, она выше будет. Она будет метров 20, да. С по объеме во сколько они будут диаметром? Ну, нормальный будет диаметр. Вот... Пол метра будет ствол диаметра. А объем кроны... Нет, объем с объемом кроны. Объем кроны метров десять. Вот, считай. Пять метров сюда, пять туда. Как раз до ствола вот этого. Да. Сколько у вас получается шестигранника? Мы брали три с половиной где-то грань. Расстояние между большими деревьями, вот посчитаю, здесь где-то метров шесть. Вот между орехом и сосной. Большие деревья. Вот. В общем, как вы можете насколько любовь свою проявить к дереву, как вы здесь за себя представляете, так оно и будет хорошо. Сможете там гумус положить, подвязать, полить. Замечательно. Ну и так будет расти. На такой земле и так будет расти. Я вот здесь смотрю, вот здесь год всего прошел, а вон как и орехи есть, все хорошо травится. Так. Корневую шипу. Ушел последний на битле управления три сезен, но шли был на ковер follow-up, и шли поддавчик. Ну как бы я допускаю у меня. Вот трояну. Ну а то,άν п Border-Twan, а это чуть выше подать, вот аккуратнее, а потом еще и объ�念, я говорю чтобы она не поднималась. Вот, да, вот так если нарость сделать. Сейчас можно приобрать. Красиво Я смотрю во многом тут уже попадают деревья многие на эти сегменты Так часто бывает Да, да, ну как-то человек так рассаживает, в этом какие-то золотые сечения есть Какие-то силовые линии Здесь вот черемуха посадят А там черемуха Главное, чтобы очередование пород, чтобы не повторялись И желательно породы из разных семей Потому что вот паразитируют всегда на одном и том же У косточковых и семечковых одни те же болезни похожи Там яблони, груши, черешни, персики Все там паршой болеют, курчавостями этими Поэтому лучше вы садите персик, садите рядом бузину, жимолость То есть семейства эти жимолостные Потом смородину То есть разные семейства У них разные заболевания, они друг другу помогают бороться То есть вот рядом малину с яблоней садить не очень хорошо Потому что это все розановые и там похожая болезнь не будет А лучше посадить с яблоней с морозину Посадить кизил, это дерево То есть вот для этого систематику тоже хорошо Орехи, например В лесу так и бывает Не бывает, чтобы они сами стремятся Так сделать, да, друг от друга Для естественного выживания Хорошо Вот здесь черема Как кажется, мы много насадили Мы ничего не посадили вообще Тут вот так вот, еще бесконечно голо Что-то надо сажать Да, внезышки такие сделаем И много мульчи не бывает Можно с горкой ложить прямо Такой, хорошей Смотрите, я сначала хвойную ложу А, уже половину? Да Ну давай, мы посадим Потому что вот еще Вот эта трава, она может загнивать Ну, пофиг Поэтому ее лучше сверху А хвойная... Еще бы и сласования не было Особенно хвойные не любят, но эта трава когда-то падет Так что дерни, закапывайте под хвойной Там у них есть такое Ты вот лопату отодвигаешь И отставляешь одну Все И лопату Вот И все, оралию можно загреблять Для оралии Для оралии Для оралии то есть какие-то требующие Травянистые растения? Нет, это... Травянистые растения Она декоративная получается, да? Нет, оно есть Едобная, плутовая Оно лекарственное больше А оралия Ее можно в поле сажать? В поле, но она не будет подниматься выше куста А дерево оралия растет 18 метров Рядом с чем-то если, да? Здесь для нее полушек надо пометить, что здесь растение Весь полушек Она не будет, да? То есть Дерния взят Для этих Ее стратегия начинает давать отпрыски У нее очень сильно отпрысковое она в принципе Для таких деревьев не надо Для таких вот Лесных или каких вот этих Для хвойных Для хвойных Не надо трава чтоб попадала в лунку Незгнившая Что загнивать? Да, пойдет То есть Незгнившая траву туда лучше не стоит, да? Не, не нужно А опилки и все остальное это нормально, да? Опилки хорошо, опилки муча вот эти вот иголки все А тапора не было Конечно, я говорил, что там Ее не видно Все можем дальше сон подвинуть вон туда вон Вон туда вон Еще покопать Сейчас все завалить мульчой здесь компостом Везде, да И начать здесь делать огород Это для растений будет очень тоже даже хорошо Огород потом отойдет, но земля здесь вот эта огородная будет уже И в конечном счете оставить здесь вот такое вот По поводу Бьем рис и Зола хорошо Идем добавлять и добавлять Вот здесь вот зола Вот брюшки мы Ну да, это подкойники Подкладовые Подкладовые Это же минеральные вещества остались Вообще очень любят уголь Вообще все растения Я замечал, у меня в горшках с цветами Корни Оплетают уголек корни растения Они берут, они любят уголь Им он нужен А у лиственных деревьев Это удобрение соки У меня ничего страшного У них нормально Войны в этом отношении У них капризничают Бывает Попадет немного Это не страшно Бастилен Да Бастилен Да Надо этот Миксер Миксером мешать Давайте вон еще яма Батарской 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 А это дурак Батарской Батарской А это еще Амирование происходит И потом постоянно тут уже семья будет докладывать Ну что сажаем Ну что сажаем Да Да Отводишь О давай в сторону Да Лопатка Вот он, вот он, вот он, вот здесь поджанка. Хороший, хороший, полно, сейчас. Редкая сосна достаточно, в коллекциях ботанических, по 2-3. У нас в ботаническом одна только. Это что? Водоносец. Вот я вырастил саженцев 40 где-то, сейчас по всей России разживу. Это ламберта, да? Нет, это сосна калифорнийская гибкая, а ламберта вообще нет. Я только читал по ней статьи. Были эксперименты по гибридизации с корейским кедром. Вообще вот корейские кедры, вот эти вот, группа американских сосен. Впереди появится мощное растение, да? Ну вот у нас орех, кедровая сосна. Орех чего боится? Ничего не боится. Ничего не боится. То есть он ни ветра, ни солнца такого особо не боится, да? Вот эти там морожень солнечный. Нет. Ну как, морозобоины могут быть. На открытом поле. Вот так. Морозобоины боятся все, кроме ели, да? Значит, широколистые деревья, это деревья уже вечного леса, так называемые. То есть есть пионеры первой и второй волны. Там первая это спецназ, вторые волны они уже так растерпимые. Скажем, вот первой волны пионеры сосна. На поле растет, не убиваем. Второй волны пионеры ель. Вот она пошла. Видите, елки пошли. А третий уже вечный лес. Какую он в сторону? Это еловый будет? Ель это такая, хранитель вечного леса тоже. Это климаксный лес уже, еловый. Она не пустит ничего. Береза это грунтовка просто. Это широколиственная, как бы такая, сорня. Ну, сорнячек, поле зарастает, береза. Она потом... Она долго живет? Нет. Лесяца, да? Триста лет, это для берез, это некоторые виды только. Так в основном сто, сто пятьдесят. А дальше у тебя что получается? Вот орех. Орех это тоже, это ореховый лес. Это вечный лес. Под орехом будет расти орех и так далее. Уже сосны не будет. Вот сейчас вот это будет арена сражения. Орехи, ребята, или ели? То есть будет темнохвойная тайга или пуща? Тут морда ухом. Да. Вот он засаживает лес у нас. Я на этом работаю с Кузнецом, на лесоизготовительном. Они заготавляют лес и высаживают, да? Давайте ботик сделаем. Им больше двойный нужен. Они высаживают двойный. Дерни, я переворачиваю вот так вот в тормашке. Ну все. А если растет береза, то они ее... А что? Чтобы она не мешала им. Потому что... А им доска нужна. Что? Им вообще доска нужна. Вот они смотрят, сосновая доска или еловая. А если речь идет у нас о биотопе... Типа если березу оставишь, то он ее загубит. То есть не мешает. Береза вот, ну типа. Да бред. Береза она... Сюда рухнула вся вообще природа. Так было. Береза это просто гумус, это компот. Будучи. Они падают и удобряют землю. Ну как, заметьте, вот поле пашни, как она зарастает. Сначала пырей прет. То есть те же самые процессы. Потом валит там полынь всякая, золотарник, такой сорнячник уже многолетний. Крутой. Да. Сначала всякие сорняки такие садовые. Как дачные участки. А потом раз в этих пырях проглядывает ива уже. Вот проедетесь по России, как зарастают поля. В ивах начинаются березы. Потому что семечки березовые, они не могут в траве зависать, но тоже. Береза, сосна пошла, ива. И потом смотришь, пошли елочки гулять. А там уже маленькие дубочки. Если дуб есть. Здесь был бы дуб, дуб выбили. Ему неоткуда засеяться. Дуб распространяют птицы. У вас ни соек нету в лесу, ни этих самых. Нет, у меня, говорю, что уже... У меня сам появился и через дорогу уже 6-7 дубов. Ну вот замечательно. Вот какой пепел. Вот это в лунки надо. Собираем. Вот папоротник хорошо растет. Лестный лес на плодородную почву растет. Если много извести, ясень, граб начинается. Ну известь в сторону извести. Если там еще из хвойных это тис. Ну здесь, ну где этот тис? То есть если хвойная растет, то более кислая среда, да? Хвойная, она и кислит среду. Ага. Но на плодородных почвах дуб вытеснит ель. И сосну. Он ее вытеснит просто вот у нас. Просто его здесь, ну нету дуба ниоткуда взяться. Здесь может быть и хорошая почва, но не растет сосна. За неимением другого леса. Ну а дуб будет нормально на этой почве? Нормально. Здесь испокон веку рост. Подумайте, что... Его просто при Петре Первом 300 лет назад дуб очень сильно вырубили. На флот пошел. Листью у нее вот так же убрали. Да, это как стратегические вандальные породы. В первую очередь они идут под нож, а потом они восстанавливаются. Можно еще вопрос? Давайте дальше соты подделаем еще. Что-то мы это... Упокоились. Есть еще вопрос? А как относишься к посадке деревьев на прошлые мусорные ямы, в которых не только был такой мусор, а различные стекла? Я это делаю. То есть можно, да? То есть старые ямы, на которых стекло возилась, резина. Анатолий, стекла, строительный мусор. Какое дерево садить? Можно садить, да? А вот там... А вот там... А вот там... Давайте ладить. От него... Вот это... Бергенцы. Здесь надо... Ну давайте посадим. А что сюда? Вот то, что в руках у вас, можно сюда? У меня есть орех. Ну давайте орех вот, от ореха до ореха. Будем считать, что это второго порядка дерево. Ничего, орех нормально будет. Давайте, интересно. Посадка, прям меняется на глазах атмосфера. Что-то происходит. Так, ну чего, я вот сюда... Вот смотрите, можно в ту сторону соту пойти. Сюда влезайте сейчас детские площадки, давайте сюда сделаем. Или вот, ну... Условно скажем, от лиственницы вот, да? Вот здесь пихта стоит. Это туда. Она попадает под сутку. Здесь пихта. Попадает она, да, в центре будет. Значит... Мила, ты против меня должна быть. А этот колл должен куда пойти? Блять, в пески что ли? Да, на горку. Вот, этот колл... А что в центре это же приходила? Да. Вот, подождите. Сейчас я посчитаю сколько тут шагов получается. Отсюда до сюда. Я даже его подвергнула. Так, ну мне как это... Давайте, Лена, пока перекинем, Лену. Вот это надо обогнуть. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, в принципе, отсюда должен колл где-то идти. Вот так вот. Вот, да. А вы? Тогда, может быть, вот так. Отсюда давай прикупать. Ну да, ты можешь за сосну зайди тогда. Э-э-э. Попал тебе тоже придется? Ну... Нам-то не надо. Вот так вот сосну обогнуть. Вот с этой стороны? Да, 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 с этой стороны. А, с этой стороны. А, с этой стороны. Не убивайся в обратно. Вот, интересно вообще. Ну это еще. Ну что, идет? Правильно. Да, правильно. Вот смотрите, вот здесь у меня все правильно. Можно чуть-чуть сойти сориентироваться. Да, там саженцы посажены, да? И вот это вот, Евгения чуть-чуть отойти, вроде надо маленько. Значит, должно быть все в натяжку. Параллельно, да. Две женщины друг против друга. Стреляем еще по диагонали. Ну вот, все, отлично. Давайте вбиваем колы тогда. Все, каждый лопату вбивает там. Вот еще этот, вот это сюда больше на березу. В сторону березы надо вот здесь вот. Да? Ну, натяге не было, вот на березу, от меня на березу. То есть в сторону. По оси ствола березы вот этой. Сюда, да? Все, да. Сорными дочами можно сажать деревья. А корни у сосны? Вот таким вот образом, да ничего страшного, можно опилить. Не зачахнет? Нет, сосна, ты что? Вот таким образом можно за два дня посадить, вот мы сажали 1700 деревьев. А народу сколько? Не считая кустов. 10 человек. Кстати, больше, когда народу, вот 6 человек на соте работают. И плюс два копчика. Копают и еще подвозят, один подвозит воду и один подвозит навоз там. Вот это вот. И все. Максимально, да? Когда больше начинается пихание задницы. То есть все суетятся там, сбиваются. Я отмечу просто. Вот. Потом это уже автоматически как дышать происходит. То есть люди садят и такое какое-то состояние входит в такой враж. Просто видишь реально сделанную работу. Вот мы сейчас вот чуть-чуть поработали, уже структурированное пространство чувствуется. А дальше пойдут, вот мы конкретно сделаем планерку того, что хотелось бы. То есть это мы грунтовку просто делаем, лесосад так называемый. То есть у нас из шести пород одна неплодовая. Мы садим яблоня, персик, черемуха. А потом еще будем замещать плодовыми. И это получится вот тот самый лесосад, говорю, 90% плодовых пород. Ну у нас сейчас под лесок, мы в под лесок садим плодовые, а сверху не плодовые деревья. Но все сосны можно по чуть-чуть заменять на кедровые. Вот это будет лучше всего. И пока баланс здесь хвойных больше, чем лиственных. Ну все, копаем. Уже за нас тут решено. А где еще плодовая яма? А вот там надо яму или там не так листья? А, там листья, ну давайте под нее посадим куст плодовый. Да, то есть если рядом попадаем на дерево, садим плодовый куст. Например, давайте калину посадим. Борис, ты любишь? Еще с красными листьями. Да, здесь, ну, тогда куст дерева, куст дерево. Тут уже два куста есть. А, здесь яблоня. Туда-туда можно калину. Мы их видим люди с пересадочкой. Они вообще вплотную. А они должны быть. Вот это калину. А здесь мы посадим. Можно розовую акацию посадить. Анатолий, а если вот здесь уже в можжевельнике, так они как раз? Нет проблем. Можжевельник это, я их вообще не считаю как структуру. Они должны быть везде. В огороде, чем больше можжевельника, тем лучше. Можжевельник это отец добрых лесных почв, вообще, хороших. Он выбивает всякую фитофтору, всю нежить. После можжевельника десятки лет картошкой не болеют фитофторы. Вот на можжевеловых пустошах, когда засажут у нас в Беларуси, и он формирует замечательную почву. Он не кислит ее сильно, во всяком случае, как и лиственница. А туя не формирует? Ну, вообще, семейство кипарисовых лучше всего для огородных посадок. А так вообще, туя, не знаю, за ней такое не отмечено. Можжевельник очень фитоцидный. Один гектар можжевелового леса очищает воздух в микрорайон. То есть, вот именно в можжевелово, если хотите жить как в санатории, садите больше в можжевельник. Пихта с можжевельником. Да, можжевельник это вот традиционно санаторий в можжевелово сосновых барах вот таких вот ставят. Потому что даже раньше больных приносили в можжевеловый лес, и они там выздоравливали. На койке приносили, они оттуда приходили чуть-чуть. И плюс еще шишко-ягоды можжевелые. В капусту добавляются, чтобы она не закисала. Там, в селедку там, то, что готовит. Очень хорошая вещь. Там камфорное масло для сердца. Правда, много нельзя, 6 ягод не больше в день съедать. Будет сердце колотиться сегодня. Вот такой мухомор. Такой красивый гриб мухомор. Чудо природное. А вы что делаете? Чудо природное. Я уже делал плоткие. Древняя будет, там калина. И прикидывайте, что будет за картинка через пару лет. В любом случае, оттуда не будет. Еще вот, если у дерева отсохла верхушка, вы ее не спешите срезать симулятором. Часто можно пришпилить молодую растущую к ней, чтобы она выровнялась. Вообще, у деревьев не спешите обрезать. Оно еще соки оттуда возьмет. А потом она или сама отсохнет, тут у некоторых есть взять обрезать. Нет, пусть будет. Она дереву послужит. В данном случае, тут не сильно выражено. А бывает, что пол дерева отсохнет. Я просто ветки обстригаю, а полочек оставляю, чтобы пришпилить молодой растущий кобель. А вот эти как? Взяли скотчем, прилепили и все. А вот эти ивы-березы? Будет быстрее ориентироваться, быстрее пойдет. Анатолий, ивы-березы, они просто сами. Пускай растут. Обстригайте на мульчу на огород. Береза, она свое сослужит, она абсолютно не мешает. Вот это как бы, считайте, что их и не замечаете. Вы уже рисуйте свой сад здесь. Здесь садоводческое общество. Вот садоводческие, когда давали общество, они глупо сделали, что не свалили лес там. Если б люди в лесу свой сад сажали, там гораздо лучше было бы. Но это болезнь все вырубить, выкосить. Сейчас наоборот, многие стали липы сажать там вот на даче. Потому что это против природы идет. Это перепрыгивать через ступени. Еще запомните, нельзя перепрыгивать через ступени. Должен вырасти вот такой лес. Вот здесь мы имеем лес. На поле у нас другая совсем стратегия была бы. Мы плотной посадкой двигались бы вот так вот. И другие бы сажали породы. Вот то, что над нами эти сосны, надо их благословить и сказать им большое спасибо. Это вот, ну что, купишь такую сосну, знаете сколько стоит такая сосна? Каждая такая сосна миллион, не знаю там, российских рублей стоит. В садовом центре. А здесь они растут и растут. Вот такая елка, вот 1000 евро стоит. Да? И вот посчитайте сколько здесь 1000 евро будет. Так что, мои леса, можно жить при таком раскладе. А уберите их сейчас. Знаете, как неуютно будет? Как хреново. А у нас есть некоторые соседи, которые срубили очень. Ну это привет. Ну хорошо, что вокруг них есть. Если гектар вырезан, то ладно. Да. Будет большая поляна. Им заново придется проделывать все. А здесь вы постепенно будете менять. То есть те, которые два ствола, один обрезать. Потом слабые уйдут. И они сверху будут шатром вот этим куполом держать. Это очень хорошо. У меня там Миша собирается все это вырубить. А потом уже это писать. А вы ему усыпительный укол, клизму и кляп в рот. Потому что это глупость. А мне такое расстояние надо это оставлять. Даже когда не приберешься, вот так, что это грустно. Ну вот как здесь. Вам здесь нравится? Да. Мне здесь хорошо. Вот так, значит, надо это оставлять. Я бы здесь не убирал. Сейчас в ближайшее время. Через пару лет еще вот слабые можно убрать. Смотрите, как овощи хорошо растут на поляне. Видите? Вон капуста. Какая капуста. Вот я бы хотел такую капусту. Тебе тоже. Поэтому ориентироваться. Овощи скажут вам сколько нужно. Садите вот здесь на полянах овощи. Уже первый утренник мороз был. Видите листья у тыквы. Побило немножко. Но если бы там в траве она росла, вот этом в кипрее там, то ее бы не побило. Потому что кипрей на себя взял. Поэтому надо садить капусту в амаранте. В кукурузе, в каком-нибудь там сорго. Она еще дольше для моркови там купилась. Готови. Откуда этот папоротник здесь взял? Здесь рос? Да, вот это пойдет? Пойдет. Отличный папоротник. Отличный папоротник. Похож, наверное. Ну что, можно ежевику, но это не дерево. У меня... Я думал там ежевики и калины посадим. А там где у нас ежевику? Где-то она здесь недалеко. Не знаю. Вот это засыпать? Так, нет? Да, давайте засыпать. Я сейчас дерево принесу. Ну у него слабые корни были. Вот это вот еще живое. Может быть он пойдет снизу отрастать. Его будет сделать вокруг ломку, пролить хорошенько и туда мульчу и грибные шляпки. Тогда что-то будет. А так это уже... Это... Как это? Последние вздохи, назовем. Мухоморы. Мухоморы мы сейчас ее откачаем. Ну что, сажим сейчас. Ну, из расчета, что здесь уже сидели деревья, то это где-то... Ну, 15 деревьев, скажем так. Порокие, формальные деревья. Это... Модовый сад, это... А, векса нет. А, векса нет. А вот туда уже хвои. Так я и подсыпал. Это не пушевая, проволока. Пометьте, что он есть. Попометьте, что есть. Вот как густая сметана. Вес еще одно ведро и будет достаточно. Ох... Такая хорошая. Тогда она обалакивает корень. Замечательно, их можно придушить, древогубец посадить Ничего с ними не будет, собственно Все, можно Куда воды? Вот такого всякого Воды? Там зовут его воды Нормально Ну и вот все, лопатой Это быстрая посадка, лопатой некоторые расплавляют, но я по-простому Вы еще потрясете, так оно там обволакивает и все, ярче здесь Теперь здесь можно мульчу Всякую Дорога такая хорошая Рука, древесная Рука всякая Да, трава Равушка Они будут дружить Я опять Розовая, да, карта розовая Точно Еще Ничего Кол Вот тут Это кол у тебя тут И вся эта сота, это относительно Видите, как бы там метр туда, метр сюда Это в целом просто расстояние Вы смотрите, чтобы между растениями они связываются И у вас охват идет участка Вы вот его охватили там, и вы уже чувствуете связь этого и этого участка Вот это вот хорошо, а то так вот там ткнул там и участка целиком не чувствуешь А еще когда у вас план, вот как я показывал Позиционный вот этот чертеж весь Так что приезжайте, я Муся на участке покажу Просто это так Вот меня просили сделать себе план, я не могу сделать план, вот я сейчас приехал Вот через месяц я могу здесь уже план сделать У меня 60 соток С перспективой я там где-то полтора гектара Такой участок Песчаная дюна Не-не, это мы купили дом Пошли так Ну там теплицы все вот эти дела Ну в общем приедете глянете А вообще где-то сейчас гектар 30 хочу брать Ну это, это питомник Это будет питомник Потому что объемы сейчас такие уже потребности Маленький, микро зеленстрой такой А кто вот там потребляет в России? В России Как потребляют? Все по чуть-чуть потребляют Ну у меня же я не выращиваю много чего-то одного У меня разнообразие большое Небольшие партии разных Прибалтика вот мелочевка вот такую, как я рябину домашнюю, сигалеток Есть такие питомники, что на сигалеток ориентируются А у меня я ориентируюсь на Вот есть такой оптимальный размер, когда растение хорошо приживается Его пересадку хорошо переносит, это 40-60 сантиметров Кого? Вот такая вот, ну вот такой санженец, такие пихты То есть она спецназовая, в любые условия От Краснодара я повезу до Урала или Питера Она вот в таком размере лучше всего приезжает Больше уже хуже и меньше хуже Вот я в основном такой вот питомник Это я, мои планы, планов громадье Вот как сделаю тогда, приезжайте, посмотрите Все еще в стадии такой еще Когда идешь на рыбалку, не говоришь, что поймаешь вот такую щуку Потому что река покажет комбинацию и будут все смеяться Вот, поэтому хвастаться не буду Ну вот пока 60 соток этих у меня вот обустроено таким образом Там тоже эти волоконавы, мульчавы, бурты, все это, посмотрите Может у меня есть на компьютере, сейчас посмотрим Покажу Вот такие вот грязки А че? Например, из России в Беларуси можно спокойно доехать На скорости 120 км в час, вот так вот Россия в Беларусь проезжается Ну а там делается какая-то пометка на границе, потом... Все, нету России в Беларуси, есть единая Россия Белая Россия, Белая Руссия Нет, просто если туда надолго, может скажешь, ну хорошо, нельзя там через 10 У нас погранзона, нужен просто паспорт Гражданин России, я у меня тоже, у меня двойное гражданство Я родился в Питере, в Беларусь в России Я тоже родился в Питере Ну, так что это все, то что живу в белорусской гражданстве Слушай, ну прожил достаточно, вырос в Беларуси А так это все, слава Богу, что объединились и дальше Казахстан, по-моему, тоже То есть растения можно, миграцию растений устраивать 8000 км Вот, от Беларуси, да Вот у нас Украина нет, Украина, Литва, Прибалтика Но это они в перспективе, им деваться некогда будет просто, они пересоединятся Все вот это, от нефтяной трубы идет Такая плесень на трубе Ребята вообще молодцы, вот один год у них получается, они переехали тут в Шалаше жили в том году, родили детей И вот уже какие растения, лиственницы, пифты уже, замечательно То есть они пока дом строили, а вот рядом люди, например, строились и не сажали еще Так они будут все это наверстывать И мы сейчас сделаем Так что вот смотрите, сразу же как приедете, я вот так ездил тоже Приезжаешь в поселок там, да, ну искал землю Люди, шесть семей Ходит мужик что-то рассказывает, такой, в кусте кроссер, я говорю, это что, хозяйка посадил Говорю, а где твоя живая изгородь? Да, живая изгородь, я говорю, ты книги читал вообще? Да, читал, вот здесь дом хочу построить, здесь это, я говорю, ты пока дом свой строишь, у тебя уже вот будет, вон Вот здесь хорошо сосны такие выросли, а там такое поле, деревня такие, дома гнилые, какие-то как червем поганым изгородины И так везде, вот очень мало, у Федора Лазутина я видел вот так вот тоже, у него эти живые изгороди уже Ну вот как картинка, как в эти, родовой поместье, что это такое? Начинаешь, ну людишь, придешь, сейчас вот этот закон о земле выдадут Надо будет по телевидению выступить и показать, что такое родовое поместье Что будет профанация, землю дадут, теннисные корты наделают Асфальтом по закату, показать, вот живая изгородь, вот дом, вот козы Скажем, надо подумать, как бы вот если бы я по телевидению выступил и рассказал про идею Вот идея такая-такая, вот такие вот сады, вот такое вот все тут в этих фруктах Думаете, у кого-то сады есть? Я съездил, только у Федора Лазутина видел, вот он свои сливы там ел еще Все дружной походкой в этот гипермарк Из родового поместья? Все лежит, где там свои помидоры, огурцы И то же самое, что от Молдавии, Беларуси, Литвии, Прибалтики очень мало с чем отличается Все, кажется, уже 15 лет прошло, уже можно завалиться было обычными яблоками, всем Так что вот садоводство ближе всего стоит к этой идее И надо это как-то позиционировать, мочь выступить, найти в себе слова и подтверждение этих слов тоже Ну и что? Так что так вот В безобразии все было хорошо Ну что, ну все там же это Травой надо? Давай травой Это много-многослойный Знаете, как я сажу кедр Я, значит, ложу слои шишек А я его не видел Потом ложу слои этих самых Шишки это для грибов Потом слои этой самой Иглицы А сверху слой мха Да Вот у хвойных, когда сальцы, лучше не трава, а мок в сверху положить В подушку И грибные шляпки все Все, значит, будем считать следующую осенью, как это сделать Ну ладно На обед Кая стоит, вот купол такой стоит над тобой То есть это вот, ну, ты ощущаешь прямо защиту такую Ну иди мышонком ходишь на майке Куча травы вон у нас еще А вот еще куча Не, ну пригодится, мы потом приложим Да, вечером это Благородное дело Да Что мы хотели Вот, ну уже можно корень вставлять, потом засыпать Корень длинный Саженцы все, троекратная пересадка Вот так липо не будет А вот что значит троекратная пересадка? Это первая в этом Раз в два года пересадка идет Потому что иначе корень идет, коряга такая До какого возраста? Да, самый, пока не посадишь на постоянный Это что за липа? Это маньчжурская Вот у нее войлочный ствол опушенный и крупные листья Раз в два года, значит, для пересадки Да, а теперь вот она в плоскости Ее надо бы подвязать Да, раз в два года, иначе Год первый развивает корень А потом корни сегают в сторону А потом она обрезаешь опять А нужно вот мочка, чтобы развилась Вот как этот стержневой усеченный Но у него опять мочка развилась вторичная А так будет коряшка такая Вот она в следующем году, она даже пересадки не заметит Вот она уже в этом году дала принять Ага, это до этого года уже? Да Это маньчжурская Хватит, наверное Может и хватит Ну, теперь подвязать А вы тут лиственные, да? Полышень На постоянку не надо уже Все, на постоянке А, это уже это постоянная? Да, да Здесь получается, я смотрю, вот крупные деревья Лиственница, липа, пихта вот эта вот Это сибирская Она пойдет в пирамиды, как изложенный зонтик пойдет Она вообще никаких претензий нет Вон там будет орех Здесь липа получается И лиственница И дальше вот как-то смотрите Мелких деревьев можно сколько угодно Всякой калины там вот этой вот Боярышки Просто свободное пространство садим Как-то делим чего-то, нет? Мелкие А сейчас мелкими мы после обеда еще мелкими посадим Ага Я хотел еще один небольшой кластер сделать с мелочью Давайте сейчас пойдем уже туда Мелочь вокруг каждого Вот как начали насыпать рельефчики, да? Обозначили какой-то рисунок и начинают наращивать Дгумы туда всякое И пошло А мы здесь кластер сделаем Сейчас высыпаем Давайте вот вокруг персика, например Шесть ям делаем Здесь уже пустые есть Лопату принесли А мы делаем Значит из расчета Вот между орехом и этим Здесь никого Здесь давайте по лопате И посадим ежевику, калину, жимолость Так, а мы уже позначили Здесь не станут Да Явы не надо такие уже большие делать Так где? А круг Масленок выраст, да? Масленок уходит из них в зал Это он на червяне Ножку дали? Почти Да Такие нормальные Пару червячков Так это ничего страшного Так это замечательно Это же белок Счастье Которого у нас... У маслята это не считается Копаем, да? Да Вот смотри Одну здесь Одну здесь Да Одну здесь Здесь куст есть Еще можно То есть сделаем такую ромашку Из разных новых кустов Угу А они не забьют персик? Персик не забьешь Нет Какой-то несчастный ежевик Вот сюда Калина Калина выше персика Калина выше, так калину мы с севера посадим То есть выше у нас подложка северная А здесь южная Вот Делаем 6 ям Сейчас расстояние так учитываем Почти такие же, как и были Почти такие же, как и были Ха-ха-ха Не, полтора штыка Так все нормально А тут ты мне специально сам упакал? Я бы давал вообще тебе лопатку Смешала Вообще можно копать Вот она Нелегкая жизнь женщины в поместье Легкая Счастливая Да Что ж в этом Тяжелая жизнь Тяжелая жизнь Сложно Копать Да ну Сложно не копать Точно На вот эту Это гораздо легче Еще обувь смени Тяжелая жизнь Не помню А то будет когда-то? А когда чего-то? Чеченком Тяжелая жизнь Чеченком пытаться сделать тебе помню Я не помню Когда последний раз дождь был? Садим, потом пойдем поужинаем. Давайте пока сажаем, чтобы он нам в это время отдавал семинар. Снимаешь? Смотри, какую красоту садим. Это персик. А вокруг персика красивые кусты. Они будут очень красиво цвести. Посмотри. Нравится? Очень. Очень. Лапке тоже нравится? Пить хочет, наверное. Лапке пить хочет. Посмотри морду свою. Так опустите ее туда. Татьяна просит такую собачку. А, она помогает, смотри. Она тоже роет. Да. Она тебе... Лапка, не ты нароешься. Помощь оказывает. Сейчас разрывать надо. Хватит накапать. Вот здесь копай. Здесь что-то надо. Вот тут копай яму. Будешь копать? Собака друг человека сразу видно. Ну вот. control. Отめем, что? enf omnium delete это onda. Нам сзади тепло. Продолжение следует...